благодарность благодарность 70 представляете уже 70 уроков подряд мы изучаем тему благодарности и могу сказать что я очень этому рад очень сильно этому рад потому что прямо это оказало очень позитивное влияние на мою жизнь спасибо всевышнему спасибо всевышнему спасибо вам все и так садимся берем листья эти ручки сегодня мы завершаем шестую главу книги 6 глава книги говорила нам о душевных болезнях о том как исправить с помощью благодарности прошлое будущее то есть 6 была глава как с помощью благодарности можно заглянуть свое прошлое и очистить там все каналы по которым к нам приходит благословение это взаимоотношения с родителями быть благодарными родителями с партнерами по жизни даму жена были прошлый муж или прошлая жена если уже отношения разрушились тоже там нужно обязательно чтобы осталась одна благодарность взаимоотношения с мудрецами торы то есть пророками мудрецами торы со святыми людьми на всякий случай я бы вообще ни с кем бы не ссорился потому что все люди которые именно бог творец мироздания есть единый бог вы тут надо понимать всегда что есть один бог один творец один создатель один единый который сотворил мир который миром управляет вот это самое главное вера в одного единого бога который сотворил мир это как бы все об этом вся система что если есть один бог творец этот творец хочет добра мирозданию сделала из добра из любви и нет никого кроме него нет ничего в этом мире другой силы тогда а вот через благодарность мы можем к нему присоединиться и это полностью вообще ты попадаешь в другую реальность и очень важно вот основа веры это вера в частное проведение в индивидуальное что не просто он есть а он есть у меня есть с ним контакт и полностью всем он управляет сейчас у меня рука шевелится только нет другой силы не могу я пошевелить рукой если бог не дает мне для этого возможности силы и так далее то есть как только я это признаю я в момент соединяюсь со всевышним теперь дальше он рассказывал как как избавиться от душевных болезней паранойя душевная болезни есть высокомерия до мания величия это переход туда раздвоение личности все обо всем этом мы поговорили и вот сегодня заканчиваем шестую главу 70 урок заканчиваем 6 главу называется 6 глава вот этот кусочек 6 главы безумия мира он говорит кроме таких душевных болезней которые яркие душевные болезни да есть же говорит еще и те душевные болезни тяжкие он их называет болезни обитающие в душах в душах подавляющего большинства людей он говорит первое например есть болезнь называемая завистью которая причинают ужасные душевные страдания избавь господи она гложет кости как сказано в мишлей в притчах царя самона написано что гниль раков от смотав то есть у человека начинается если у него и зависть гниль костей есть еще одна впервые вот есть такая фраза что тина тававы ковод мацимы тадами на унам что зависть вожделение и стремление к почету человека уничтожают уводят из этого мира то есть делает его жизнь в этом мире невыносимой теперь это душевная болезнь есть у большинства людей я думаю что не неосознанно она есть у всех потому что если говорить про исследование мозга человека то мозг он все воспринимает в сравнении и мало этого почему-то так устроена вот почему свежий это сделал наверное чтобы мы это преодолели но он все время делает эти сравнения в минус себе представляете то есть на естественном вот его устройстве на естественной работе на нормальной работе то мозг все время сравнивает в убыток себе хуже себе как это работает например психологи проводили эксперимент вот дают человеку чипсы да чипсы картофельные чипсы контрольная группа кушает эти чипсы просто как вам чипсы там хорошо теперь значит по 10 бальной шкале насколько хорошо допустим оценивают там люди в среднем 100 человек ели чипсы оценивают им чипсы нравится по 10 бальной шкале на 6 именно этот сорт чипсов теперь берут они дальше дают им эти же чипсы пробовать через несколько дней но они уже выяснили там у этих людей что они любят и ну там например положили шоколад просто кладут шоколад очень вкусные на на стол рядом с этими чипсами но человек кушает чипсы его просят оцени эти чипсы он оценивает эти чипсы по 10 бальной шкале когда просто видит шоколад уже там было 6 например стало 4 ему уже не нравится эти чипсы или же он кушает чипсы а там сбоку лежат какая-то самая ну такая отвратительная еда которого не любят и мужа эти чипсы вкуснее становятся то есть все время мозг сравнивает сравнивает то что ты воспринимаешь с чем-то и на этом построена вся реклама потому что когда показывают красивые например там крок какие-то красивые люди в какой-то красивой одежде они пользуются какими-то красивыми там духами да и человек на это смотрит а мозг говорит а ты что просто вообще чмо относительно их а как тебе перестать быть чмо тебе нужно купить вот все что они рекламируют и тогда ты станешь нормальным и на этом вся реклама работает прям крутится уже весь этот вот мир рекламы крутится на том чтобы загнать человека в ситуацию что он себя сравнивает с теми красивыми людьми которых он видит на рекламе и учувствует у него возникает чувство собственной неполноценности и для того реклама говорит но чтобы стать таким же как он тебе всего лишь надо купить вот у вот картинку которая там нарисована теперь ну и так далее вообще просмотр прям доказано уже просмотр фейсбука инстаграма просто когда ты смотришь и люди также показывают самые яркие моменты своей жизни типа как у них все хорошо красиво то это загоняя человека который смотрит состояние неполноценности он начинает страдать это то что написано что гнилькости зависть у него начинается физически психосоматика физические проблемы но говорит равшал маруш чек верящий что все к лучшему он радуется своей участи и полностью свободен от этой болезни болезни если не смотрит проводили исследования психологи то есть даже если ты говоришь себе это неправда то что там показывают в инстаграме показывают все люди хвастаются там показывают лучшие стороны своей жизни а остальное то время они не показывают вот он показывает как он прямо смотрите я на берегу моря а до этого он у него там голова болит он болеет у него там понос и это самое все он же это не будет показывать как ему там он отравился сгорел на солнце там и так далее то есть люди показывают то что красиво теперь а на чек который верит что все к лучшему он радуется своей участи он говорит всевышний я спасибо тебе за то что есть у меня я участвую руки есть пальцы есть пью себе кофеек там читаю хорошую книгу смотрю урок торрес спасибо тебе вообще слава богу слава богу миллион 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 раз я не хочу как дурак украсть у себя радость от того что у меня есть просматривая картинке как у кого-то якобы лучше или там он больше радуется я это делать не буду это зависть теперь ненависть есть люди которые их ненависть жирает она их просто уничтожает и это ненависть она иногда к тому чего уже нет давно да то есть есть люди которые ненавидят годами годами там десятилетиями кого-то кто их когда-то видел этот кого кто их когда-то видел уже там его нету или он даже есть но человек вспоминая об этом он эту обиду он в себе эту ненависть разжигает разжигает и она тоже сжигает его же нервную систему его же жизнь теперь тот кто верит во всевышнего кого сфера человек живущий по вере что нет ничего кроме него нет никого кроме бога и все от бога и все к лучшему он считает так что всевышний мне послал на тот момент страдания я отстрадал все всевышний знает чего делать чего сейчас буду страдать гнев то же самое то есть почему человек гневается он делается потому что он считает что всевышний делает что-то по-другому чем надо делать и он сам недоволен тем что сделал всевышнему и он на это гневается то есть он прямо были ну как это так вот он прямо гневается а что что гневаешься то если Если это же реальность, это есть уже, что ты гневаешься. То есть ты считаешь, что должно быть по-другому, но оно уже не так, как ты считаешь. Теперь есть такая же болезнь уныния. Тоже это люди, которые не верят, они унылые такие. Они, ну все плохо, было плохо, будет плохо, сейчас плохо, все мне неинтересно, все, я в унынии. Он говорит, тоже болезнь. Теперь есть болезнь, когда человек, называется это болезнь безумных праведников. Это те люди, которые обвиняют других людей в своих собственных прегрешениях и проблемах. Вот это из-за них я сделал так, из-за них я сделал так, из-за них я сделал так. Вот это называют безумные праведники. Человек должен приближаться к Всевышнему из понимания своих ошибок. Все, что в твоей жизни есть, делал ты, принимал решения ты, думал ты. Описывал себе ты, интерпретировал ты. То есть все, человек делает все сам. У меня сейчас вот, сейчас в 2006 году я выпустил книгу «Десять заповедей успехов». И там первая заповедь – возьми ответственность за свою жизнь на себя. Ты сам решаешь, ты сам интерпретируешь, ты сам описываешь себе, ты сам у себя в голове большую часть времени думаешь свои мысли, которые только от тебя зависят на 100%. Все твое отношение к жизни, отношение к себе, на что ты обращаешь внимание, что ты считаешь проблемой, как ты формулируешь для себя, все делает сам человек у себя в голове. Поэтому я ответственность за все, что в жизни человека на нем. Дальше он говорит так. «Каждый, у кого не достает веры во Всевышнего, им овладевает какой-то вид безумия, тревоги, уныния или страхи – все это душевные болезни. Человек, наделенный верой, живет с реальностью Творца и весь преисполнен радостью и верой, весь проникнут счастьем и радостью. Поэтому, когда человек говорит слово «вера», изучает вопросы веры – это лекарство для души. Получается, что человек, которому плохо, да, вот он сидит плохо, его же никто сейчас не трогает, а он сидит и себе говорит «мне плохо, почему мне плохо?» «Ну вот, там, другим хорошо, а мне плохо, мне поэтому плохо». Душевная болезнь. А зачем ты об этом думаешь? А ты подумай о тех, кому хуже, чем тебе, и тогда тебе будет хорошо в твоем сравнении. А вот же есть люди, которым сейчас плохо, намного хуже, чем я. И если они сейчас как страдают, да, а я сейчас сижу тут, мозги себе компостируют другим, что мне плохо. Почему мне плохо? Относительно кого мне плохо? Есть, которым лучше, чем я, есть, которым хуже, чем я. Кто выбирает, на кого ориентироваться? Я сам выбираю. Значит, то, что тебе сейчас плохо, и ты себя сравниваешь с тем-то, кому лучше, это чья ответственность? Твоя? Вот. Теперь, значит, а вера какая? Спасибо Всевышнему, он мне дает то, что вот сейчас есть, это для меня лучший вариант. Спасибо тебе Всевышний. Значит, и я, вот дальше он сейчас приведет, что дальше. Следующая глава называется «Обещание будущего». Он говорит, что есть многие, которые тревожатся о будущем, да? Значит, тревожатся они, ну, есть мастера треводия такие, они обо всем тревожатся, они все выдумывают, а что будет, и то может быть, и то может быть, и здесь может быть, и там может быть. В общем, они себе такие прям мастера треводия. Теперь он говорит, ну, если ты уже в теме, то приходят тебе тревожные мысли. Скажи спасибо. Значит, что случится, все принимаю. Всевышний, ты хозяин мира, ты управляешь миром. Спасибо тебе за то, что есть. Спасибо тебе за то, что было. И спасибо тебе за то, что будет. Ты в каждый момент времени знаешь, что будет и как лучше быть. Я верю, я не могу знать, что будет в будущем, но я верю, что будет хорошо. И тут он дает нам совет, такой лайфхак вообще просто, Андрею. Что нужно за все блага и помощь, которая тебе нужна, благодари заранее. Он говорит, смотри, человек же не может не думать. Он не может не думать о будущем, он не может не думать вообще. Мы не можем остановить мысли ни на секунду. Мозг человека, это отдельно, он работает сам по себе. Вот попробуйте его остановить, вы не можете. Вы можете его только перенаправить, но работает он все равно сам по себе. Поэтому, так как он все равно будет думать о будущем, то тогда он предлагает перенаправить его на то, чтобы заранее благодарить за то, что тебе нужно. За все блага и помощь, которые тебе нужны. Благодари заранее, с верой и упованием на Творца мира. И тогда Творец даст тебе эту помощь по твоей вере. Как просить? Вот он дает здесь опять нам вариант молитвы. Творец вселенной, говорит он. Вот Творец вселенной. Благодарю тебя за спасение, которое ты мне окажешь. Я в восполнении недостатка. Значит, вот, например, кому-то не хватает там 10 тысяч долларов, да? У вас нет, вам нужно, допустим. Вы говорите, спасибо Всевышнему, что ты мне дал 10 тысяч долларов. Я прямо вижу, как ты мне их даешь. Я благодарю тебя за то, что ты мне их дал. Благодарю заранее, что ты восполнил мой недостаток. Спасибо тебе, спасибо огромное за эти 10 тысяч долларов. Он говорит так. Он объясняет это теперь. Есть два способа обрести недостающее. Посредством просьбы или принося благодарность заранее. При этом путь благодарности работает эффективно и всегда. Почему? На благодарение не восстают обвинения, а на просьбу может появиться обвинение. Что это значит? Вот, например, человек просит на Всевышнему. Дай мне 10 тысяч долларов. А его только вчера просил кто-то помочь ему. Там бабушка ему говорит в подъезде. «Сыночек, помоги мне, дверь подержи». «Отвали бабка, не буду тебе помогать». Дальше к нему кто-то приходит. «Слушай, займи мне там 100 рублей». «Нет, ты что вообще? Чего буду тебя занимать? Иди заработай». «Чего ты просишь вообще?» Ну, это я как бы обострил ситуацию. Но он мог, это человек, он мог столько наделать всяких вещей, что когда он просит у Всевышнего что-то, то мера за меру ему приходит то, что называется обвинение, что он, исходя из своих поступков, он получить не может. Ворота просьбы закрыты для него через обвинение. А ворота благодарности открыты. Он говорит, я тебя благодарю. Я тебя благодарю за то, что ты мне дал 10 тысяч. Я не прошу, я просто заранее благодарю. Ты Бог, ты Творец Мироздания. Я тебе благодарен, благодарен за все. Я тебя заранее просто благодарю. Он говорит, что вот такой способ, он более эффективный. И можно благодарить заранее. Таким образом, человек может заранее благодарить за все, чего ему не достает. Если у него нет детей, можно поблагодарить. Спасибо тебе большое за детей, которых ты дашь мне. И нужно так благодарить. И Всевышний увидит, сколько много благодарностей этот человек вознес за детей, которых у него еще нет. И следует уже дать ему детей. Понятно, да? Теперь еще он дает один вариант. Благодарность в рассрочку. Человек может пообещать также, что если его просьба будет исполнена, он будет благодарить за это столько-то времени. Например, один парень из нашей Шивы, он приводит там пример, как он не мог проснуться там ночью в полночь. Он вообще не мог. Он говорит, если я проснусь, я буду полчаса за это благодарить сразу после пробуждения. И он просыпаться начал в то время, когда хотел проснуться. Почему он говорит? Почему так это работает? Он говорит, очень же просто. Ведь благодарение Всевышнего – это конечная цель всего творения. И лишь ради этого сотворено все мироздание, включающее в себя бесчисленное множество миров и так далее. И, как говорил Ромбан, такой великий комментатор, человек, благодаряющий Всевышнего, исполняет свое предназначение и предназначение всего творения, всего мироздания. И достойно он множества чудес, чудесной помощи и спасения. Вот так вот, дорогие друзья. Поэтому спасибо Всевышнему за все, что есть, за все, что было и за все, что будет. Заключение шестой главы. Человек должен знать, что он может исправить всю свою жизнь, стереть и возвысить все свое прошлое неверие с помощью благодарения. Вот шестая глава была посвящена тому, что можно исправить всю свою жизнь. Никогда не поздно иметь счастливое детство, никогда не поздно иметь праведную жизнь. когда человек, он через раскаяние, он наоборот страдает за прошлое, а через благодарение он благодарит. Спасибо, я не знал тогда. Спасибо, что ты мне показал. Спасибо, что ты мне дал страдания. Спасибо, что ты меня вел по этому пути. Спасибо, что провел Спасибо, что это закончилось Спасибо, что это началось Спасибо тебе за все И ты этим спасибо Ты как бы внутри очищаешь Очищаешь все свое прошлое Очищаешь, убираешь все узлы Все какие-то шрамы Все душевные раны Все обиды Я сегодня удивился Есть комментарий Раши На главу Которая сейчас идет Ваешев Ваехи И там написано, что он Когда позвал к себе перед смертью Юсефа Он говорит Я знаю, что у тебя есть на меня Акпада Из-за смерти мамы Что он ее похоронил на дороге А сейчас сына просит, похорони меня в Израиле И он Там есть комментарий Раши Он жил тысячи лет назад И он приводит на ЛАЗ ЛАЗ это как древний французский Обида и Акпада Называется травма Травма То есть что такое травмы Люди, у которых есть травмы Травма это реально психологическое Серьезное расстройство Есть посттравматический синдром Есть травма То есть это реально Ну прям болезнь Которую лечат психологи Там они иногда психиатры И так далее Так вот он говорит Эти все прошлые узлы Обиды и так далее Можно распутать С помощью благодарности Если ты начинаешь то же самое Только ты видишь в нем Любовь к Всевышнему Проявление Проявление Какое-то То есть ты веришь Что все к лучшему Ты веришь Что в тот момент Может быть Где-то как-то так произошло Конечно ты этого не хотел Конечно тебе надо было по-другому Конечно тебе заранее надо было по-другому Конечно тебе надо было быть благодарным Еще до этого Потому что если бы так было Ничего бы не случилось Но Сейчас когда уже это произошло У тебя два варианта Или носить в себе этот узел Этот источник болезни Этот шрам Эту травму Или с помощью благодарности Чтобы он отпустил Рассосался Ушел из твоего прошлого И дал тебе возможность жить сегодня И дал тебе возможность жить в будущем Потому что вот эти узлы прошлого Они же Они не дают жить сегодня Не дают жить в будущем И человек должен знать Пишет он в заключении Что он может исправить всю свою жизнь Стереть и возвысить все Свое прошлое неверие С помощью благодарения Можно избавиться от обиды Гнева От всех проблем в отношениях с другими людьми Можно открыть все каналы благодеяний С помощью благодарения Можно полностью очиститься От тоски От порчи От всех душевных проблем С помощью благодарения Можно избавиться от страха От незаживших ран С помощью благодарения И нужно твердо знать и помнить Самой веры Что все к лучшему Тоже следует просить от Всевышнего Вы можете сказать Ну я как бы понимаю логически Что было бы отлично Но у меня нет Нет достаточной веры в это Так попросил Всевышнего Вначале веру Вот эту веру Что все к лучшему Тоже следует просить у Всевышнего Если ты видишь Что у тебя этой веры нет Не нужно себя винить Поблагодари скажи Вот я благодарю Что так я хорошо запомнил Уроти этого дарвинизма Я благодарю Что так хорошо запомнил Эти уроти Там В Значит Какие-то уроти Теперь Сделать 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 Какие-то негативные вещи Друг другу То есть все зло Которое есть в мире Делает не Бог Делают люди А когда это происходит Оно происходит только для одной цели Чтобы мы осознав Что нельзя так поступать Как поступают люди Которые делают Отворачиваются от Всевышнего Чтобы мы увидя это Повернулись ко Всевышнему Сказали спасибо и не делали зла И Это совершенно ясно Если человек будет следовать Этому прекрасному совету Он уже в этом мире Будет жить в раю Все Шестую главу мы закончили Следующий урок У нас 71 Будет урок Начинается новая глава Мне самому интересно Что же он там в 7 главе Будет нам писать У нас впереди еще Смотрите Есть 11 глава Значит То есть у нас еще впереди Ого Сколько мы будем учить благодарность Мы где-то Ну уже чуть больше половины прошли Заключение Всего Я так понимаю Что здесь в этой книге Или 11 Или 12 глав В общем 12 глав 12 глав Мы сейчас начинаем с 7 главу То есть мы уже больше половины прошли Хорошо Это 70 глава В этой книге Я уже нашел Какую мы следующую книгу будем учить Сейчас мы закончим Сэнкью Гратитюд Вот этого Равина Сэнкью Гратитюд Равина Зелегоплистына Есть его вторая книга Точно такая же Называется Хэппинес Счастье И мы перейдем дальше Перейдем на хэппинес Значит здесь он В 70 уроке Он нам говорит Такую вещь Натренируйтесь Ask other people Спрашивая других людей What makes them feel grateful Спрашивая их Что их заставляет Чувствовать себя Благодарными То есть он дает Такой совет Что Когда ты Спрашиваешь Людей За что вы Благодарны Что заставляет вас Чувствовать благодарность Ты их приводишь В состояние Что они начинают Вспоминать За что они Благодарны И в этот момент Когда они вспоминают За что они Благодарны То становится Им хорошо И тебе хорошо И им хорошо И тебе хорошо Книга называется Смотрите Поищите Погуглите Книга называется Сад Благодарности Равшалом Аруш Сад Благодарности Это называется Книга Поищите Она есть На всех На всех языках И я думаю, что вы найдете ее в интернете. Сад благодарности. Значит, спрашивая других людей, говорит Рафзелек Плистин, за что заставляет тебя чувствовать благодарность, за что ты благодарен. Я расскажу просто на примере, как это работает. Есть один раввин в Киеве, зовут его Рефоль Рутман. Рефоль Рутман. И, значит, он, когда на шаббат приглашает к себе людей, то у него есть прям ритуал такой, он из Англии, он очень такой системный, по-английски ритуальный такой, да? И вот у него собирается на шаббат там обычно несколько десятков, человек 30-40 человек у него собиралось. И каждый по очереди встает и говорит, меня зовут так-то, так-то, и я благодарен Всевышнему на этой неделе, что для меня Всевышний сделал, за что я благодарен Всевышнему. И это длится 40 человек, каждый где-то по 2-3 минуты, это длится там несколько часов. Ну, естественно, что это делают лыхаем, там, кушают, то есть это идет во время трапезы, во время еды. И он, и вся его семья, и все его дети, и настолько вот это создает такую атмосферу, что он задает вопрос, за что ты благодарен Всевышнему на этой неделе? И каждый вспоминает, что, оказывается, да, есть за что благодарить. И когда ты привыкаешь сам спрашивать этот вопрос, то у тебя благодарность в фокусе твоего мышления. Ты выводишь людей на вот этим вопросом, за что ты благодарен, на позитив, на такой, да, ты ассоциируешься с ними через позитив. То есть это очень классный вопрос такой, за что я благодарен Всевышнему, себя надо спрашивать все время. И я просто вот реально сам по себе чувствую, насколько изменилась моя жизнь, когда мышление идет под вот этим вот главным словом благодарность. И сегодня он дал нам шикарный такой тоже совет насчет будущего, кто волнуется, я заранее тебя благодарю за все, что ты сделаешь. Я тебя благодарю, и тут вы говорите, что бы вы хотели, и вы заранее за это благодарите. То есть мозгу все равно нужно думать про будущее. Но будущее неизвестное. То есть это некий, вот у каждого из нас никто не знает, что будет в будущем. И если ты заполняешь его негативными предположениями, то тогда ты в настоящем просто с ума сходишь. Если ты говоришь, я заранее благодарен, что будет вот так, и ты перечисляешь хорошие варианты, то ты начинаешь, во-первых, Всевышний, то есть возьмем с простого. Если мы на 100% верим, что будущее зависит от Всевышнего, то тогда Всевышний начинает тебе делать то будущее, о котором ты уже его благодаришь. Если ты даже не веришь, допустим, пока, да, сильно ты не веришь, что Всевышний как, то есть тебе в детстве объясняли там про химию и физику, а про Всевышнего не объясняли. То тогда, если ты благодаришь за хорошее будущее, то ты не знаешь. Хорошо, нужно исходить тогда из предпосылки, что ты не знаешь. То есть нельзя сказать, что будет плохо, ты не знаешь. Большая часть того плохого, что человек боится всю свою жизнь, с ним не случалось. То есть мы всю жизнь боимся, опасаемся, думаем, что я не выключил утюг, наверное, я не выключил утюг, сейчас квартира сгорит. И я уверен, что вот 99,9% все, кто так думали, ни разу у них ничего не сгорало, и всегда они возвращались, утюг был выключен. Но сколько они боялись, сколько волновались, сколько времени они провели в раздумьях об этом выключенном или не выключенном утюге. Так вот, когда ты благодаришь и приучаешь себя благодарить и думать только о хорошем, то у тебя и сейчас хорошо, и в будущем будет хорошо. Все, дорогие друзья. Спасибо вам, что вы приходите на уроки Торы. Спасибо, что вы поддерживаете организацию Платформовая Икра. Спасибо, что вы становитесь все более и более благодарны Всевышнему и в заслугу благодарности Всевышнему, чтобы был мир в душе, мир в семье, мир во всем мире, и чтобы Всевышний восполнил все, что вам не хватает, все, что не хватает каждому из нас. Все. До встречи завтра с Божьей помощью. Божьей помощью.